Мы вернулись, рода Вива и доктор Эльси Марк Каутино. Доктор Каутино, так много хочется спросить. Я буду смешивать темы иногда. Я хочу спросить про контроль рождаемости. Это ваша старинная и противоречивая битва. Вы говорили, что у нас в Бразилии бесконтроль рождаемости. Но в эту тему я хочу добавить вопрос про мужские таблетки. Мы с вами встречались в 70-х. Я брала у вас интервью. Вы занимались таблетками. Те таблетки. Не понимаю, почему они не были разрешены властями. Это имеет отношение к мачизму. Поэтому мужчины не делают вазектомию, например. Потому что контрацепция – это женская проблема? Или волнуется, что таблетка убьет сперму совсем, и они станут импотентами? Этот последний момент в начале исследования был самым главным – не уменьшать потенцию пользующихся таблетками. Наоборот, если бы мы могли увеличить желание, то секса было бы больше, а детей – меньше. Эти таблетки я начал разрабатывать вместе с китайцами. Я был в Китае бесчетное число раз. Все по теме контрацепции. Первый раз я туда приехал по приглашению под Министерство контроля рождаемости, состоящего из одних женщин. Одни женщины в том министерстве. Я дважды ездил с выступлениями по теме, пытался и надеялся, что мы займемся этим и в Бразилии. Раз уж вы заговорили о контроле рождаемости, воспользуюсь моментом. Китай – коммунитическая страна. Сейчас вторая экономика в мире. Отстает только от США. А знаете почему? За контроль рождаемости. Но давайте вернемся. Сегодня за столом очень молодые люди. Давайте вернемся к стадии производства. Почему мужчины не пользуются таблетками? Что случилось с мужскими таблетками? Мужская противозачаточная таблетка. Таблетка делается из натурального продукта. Одно это снижает интерес больших лабораторий. Потому что этот продукт производится из хлопкового семени. А оно есть у всех. Стоит дешево. Обычно его выкидывают, либо дают коровам. Доктор, есть другие попытки с другими веществами. Почему так сложно сделать мужскую таблетку? Проблема с мужской таблеткой. Когда мы пользуемся женскими таблетками, мы блокируем гормональные пики. И женщина живет дальше. С мужской таблеткой так сделать нельзя. Нам пришлось бы заблокировать тестостерон. А тогда сексуальность отключается. Но не с этой таблеткой, так как она не вмешивается в производство тестостерона. Она называлась ГОССИПОЛ. ГОССИПИОМ – научное название хлопка. Вы собираете хлопковые волокна. Абразилия – одна из лидеров по производству хлопка. И оставляете семена для посева. Либо их прессуют в блоки и скармливают животным. Когда быки едят их, то становятся сексуально активнее. Я однажды был в Гуанамбе, город Байи. Смотрел на кормление быков хлопковым семенем. Провел там неделю, наблюдая. Мне сказали – доктор, этот бык ест только хлопок. И спаривается гораздо чаще, чем остальные. Когда мы кормим их хлопком, они чаще спариваются. Люди часто ошибаются в трактовке наблюдаемого. Я решил, что буду молчать. Пусть думают, что хлопок увеличивает потенцию быка. Но это неправда. Потенция та же. Но самки не беременеют. И продолжают производить то, что стимулирует быков. Запах небеременной самки. Опять ответственность на нас. Но бык спаривался чаще, так как корова не беременела. Когда она беременеет, бык теряет интерес, понимаете? Но доктор, если у нас будет такая таблетка, думаете, мужчины будут пользоваться ей? Это другой вопрос. Я думаю, они могут ее принимать. Но знаете что? Я был в Будапеште, при коммунистическом режиме, на Всемирном конгрессе народонаселения. Говорил о мужской таблетке. Она была готова к выходу на рынок. Я не мог найти желающих продавать ее. Затем нашел лабораторию в Пернамбуке. Они готовы были производить. Мы спросили у Министерства здравоохранения, они отказали в разрешении. Без объяснений. Без побочных эффектов? Эффект был бесплодие. Нормальная потенция печени не вредила. Мы провели огромные исследования. В Китае мы опубликовали более двухсот работ. Китайцы пользуются таблеткой? Мужчины стерилизуются навсегда? Нет, это обратимо. Если прием прекратить, через три месяца снова начинается производство спермы. И что потом случилось в Будапеште? В Будапеште я попытался получить поддержку женщин. Я думал, если женщины поддержат таблетку, там были все американские феминистки, включая эту известную лидершу, страшную. Бетти Фриден? Бетти Фриден. Это она была. Я начал говорить. Минут через десять она прервала меня и говорит. Доктор, мы всю жизнь боролись за то, чтобы решение о детях было в наших руках. Думаете, мы от этого откажемся? Мужчина скажет, я на таблетках, а женщина поверит? Знаете, кто вы? Чего вы все заслуживаете? Хотите, чтобы вам верили? Клянетесь, что на таблетках, просто чтобы переспать, а потом сбежать и оставить нас отвечать? Типа, таблетка не сработала? Я был в недоумении, потому что женщины встали с криками, нет мужской таблетки. Я был удивлен, что женщины не поддержали меня. Феминистки протестовали против таблетки? Международное феминистское движение, куда пишите, на Всемирном конгрессе народного населения. Я был единственным ученым там, все остальные были политики. Я хотел рассказать о результатах, и они были потрясающими. У нас было уже тысячи мужчин, принимающих таблетки, без побочных эффектов и прочего. Я не поняла. Она требовала себе, нам, право решения на продолжение рода? Да. Мы принимаем таблетки. Когда мы хотим забеременеть, мы прекращаем прием. Да. От женщин поддержки нет. Я поехал в Будапешт, но это не хотел. Не хотел встречаться с президентом Чевушеску. Я думал, что все закончилось. Но я поехал и встретился с ним, провел конференцию. Мне пришлось уходить через черный ход. Была такая злоба. Такая злоба. От феминисток на пленарном заседании. Не понимал, почему. Почему мне не дали? То есть последнее слово продолжение рода должно быть за ними. А я думал, что это у мужчин психоз. Я не знаю, кто из Миндравы запретил таблетки. В Бразилии? По другой причине. По другой причине. Вы не знаете почему? Я не знаю, мне не объяснили. Когда это было в министерстве? Это почти десять лет назад. Мы уходим на перерыв. У нас доктор Эльси Марко Утино, природа Вива. Оставайтесь с нами. До reach! До встречи! От~~ Редактор субтитров А.Семкин